дай бог сварогу кричали когда он спустился к людям с сыном на руках его чадо было чудом олицетворяющим тепло и свет в коем в тот момент так народ нуждался и бог творец тогда нарек своего сварожича именем дождь бог такова легенда повествует нам о том как бог солнца получил свое наречение честь 1 из молитв но это лишь одна из версий почему его так звали по другим источником его имя означало как дающий бог где-то считалось бог дождя известно также имя тарх есть поверье что бог солнца появился от искор что сотворил сварок ударив своим молотом по камню белгорюч существует правда иная версия о рождении дождь бога как-то перун набрел на реку дон и там повстречал русалку россию он молнию обрушился в камень за которым пряталась она россия вынесла тут камень и тогда сварок ударил своим молотом уже по нему оттуда как считалось дождь бог и появился здесь уже не столь понятно кто отец дождь бога потому его порой перу навичем величают в любой из версий почитался даже 2 как родитель всех славянских народов моей книги цепи рода люди знают своих предков род породил сварога сварок породил дождь бога дождь бог породил богу мира богу мир породила русы и ильма рус породил род что тысячи лет как есть отец наш им живет поныне крови избранницы твоей говорил отец сыну своему у дождь бога за весь путь было три жены красавицу богатыршую златогорку он увидел спящий и в одной из версий ударил палец и что проснулась то но только с третьего удара она глаза раскрыла и бога подхватив спрятала его в ларец но после отпустила сдавшись пред красавцам богом и потребовала чтоб он замуж ее взял после считается что золотогорку увидела волшебный гроб заколдованы самим кощным богом захотела она лечь в него а как легла уснула ничто не могло разбудить ее и помог дождь богу но предостерег что если бог солнца потеряет то кольцо с помощью которого он разбудил жену то золотогорка уйдет в нафь так и получилось золотогорка после смерти слилась душой с мариной в кое и влюбился безутешный бог замуж он ее добился после же в одной из версий марина предала его избежала скотчным богом в другой же сам кощный бог украл богиню у дождь бога тарг долго не оставлял их требовал жену обратно в пекло его сбрасывали и в камень обращали а когда его распяли на горе иль камни латырь выручила живо и его женою стало где-то говорится что даже бог сильно изменился после всех тех испытаний так по разным версиям все три избранницы дождь бога родили ему разное количество детей но в основном считалось что золотогорка родила халиду и овсиня марена богу мира оживы кисека и ария от всех этих детей пошли рода славян а в каких-то версиях даже и других народов славяне раньше величали себя внуками дождь бога предки его видели как могучего красивого синеглазого богатыря солнечными волосами этот великий бог участвовал во всех великих войнах но его никогда не позиционировали как жестокого или злого его больше видели как защитника в любой из версий его знают как бога солнца но какого где-то говорится что даже бог покровитель только летнего солнца тогда как хорс богу зимнего а весеннего ерила но также находятся истоки кое называют даже богом богом вечного солнца то есть всех времен но имеется на мой взгляд самая смелая гипотеза кое надо мной еще перепроверить и не раз есть версия что тарха почитали богом солнца подземного то есть ядра к сожалению связанные с этой гипотезы факты о строении земли земной коры и так далее очень бескуражили моего знакомого геодезиста и все дальнейшие предположения о том какой слой что олицетворяет рушатся из-за неверного понимания как устроена планета однако кто же говорит что наши предки видели все так как видим мы сегодня так Продолжение следует...